Футболисты «Динамо» завершают 10-дневные сборы в Новороссийске. В подготовительный процесс к сезону во второй лиге были включены плотные тренировки и контрольные игры. В первом матче барнаульцы уступили казанскому «Соколу» 0-1. После переграли минимально с одним забитым мячом клуб «Орел». А в третьем поединке скатали нули с новороссийским черноморцем. Сегодня «Динамо» сыграет заключительный матч против парней из «Анапы». И после нашей вернутся домой. Первая игра с казанским «Соколом». Практически мы только приехали. Команда «Сокол» завершала сборы. Поэтому решили отдать им инициативу сыграть от обороны. Во втором же матче наоборот против «ФК «Орел» сыграли первым номером в активный прессинг. Сразу забили гол на первой минуте. Замечательный спарринг с командой первой лиги. Да, понятно, что там резервисты играли. Но все равно они тренируются с опытными футболистами, которые играют уровнем выше. Я, если честно, ожидал от команды соперника более сбалансированной игры. Ощущения такие, что мы играли с преимуществом. Сезон у хоккейного клуба «Динамо Алтай» завершился почти месяц назад. Но подготовка к новому уже началась. На данный момент активную работу ведут скауты и администрация команды. Подписание контрактов с игроками. На сегодняшний день контракт продлили Иван Супонов, Вячеслав Чегушев, Артем Кокшаров и вратарь Никита Дианов. Специально для телеканала «Толк» мы летим на воздушном шаре. 1600 метров нам нужно преодолеть этот лес. Направление у нас четко 100 градусов. 35 километров скорость. Впереди примерно 4 часа полета. И мы будем на месте. Это примерно между Троицком и Зональным. Планируем туда. Воздух оплавателей Иван и Наталья перелетели в лес, который расположен между Бийском и Барнаулом. В воздухе они провели 4 часа 34 минуты. Сложность полета заключалась в невозможности совершить посадку в любой момент. Так как лесная местность этого не позволит. И машина, которая заберет ребят, туда не доедет. Поэтому воздухоплаватели коснулись земли вблизи Бийской трассы. Стоит отметить, что такой полет состоялся впервые за всю историю нашего региона. Дмитрий Дроздов. День с толком.